Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. При помощи нескольких правильно сложенных купюр удалось получить продолжение культовой фразы Михаила Боярского. «Пять тысяч чертей!» Коля собрал коллекцию скрипышей почти из всех цветов, поэтому он решил соединить их в одну градиентную линию. Было бы идеально, если бы сама линия при этом еще была прямой. Данил практикуется в новом направлении – мини-оригами. Это самый маленький бумажный кораблик, который ему удалось сделать. Наверное, при этом он пользовался пинцетом. Кто побьет рекорд? Настя встретила в своем дворе Каркарыча, отдыхающего на лавке. Как и ожидалось, спустя некоторое время кто-то его уничтожил. «Я бы тебя обняла, но я просто сосиска!» После прочтения этой фразы Юле резко захотелось обнимашек. Раз на уроках биологии нам рассказывают о живых организмах, то было бы логично, что каждый кабинет должен быть как настоящий сад. В школе Саши он так и выглядит. В автомате с игрушками тебе совершенно не важно, что именно ты вытащишь. И даже такой странной панде будешь безумно рад, ведь победить эту машину не так уж просто. Эту фразу уже можно внести в число цитат великих людей. Сложно даже поспорить, как много среди наших подписчиков тех, кто предпочитает проводить физрон на скамейке запасных. Наш подписчик попросил обратить внимание на цену, указанную на экране. Семь миллионов рублей стоит такая монета. Но что-то мне подсказывает, что в руках у него немного другой экземпляр, потому что я бы уже давно ее продал. Егор решил попробовать новый стиль рисования. Для этого ему понадобились самые обычные краски, кисть и линейка, чтобы создавать ровные границы. Наши подписчики нашли сходство у этого медведя с Фредди из вселенной ФНАФ. Только эту игрушку сильно потрепала жизнь в России. Хотите попасть в один из следующих выпусков? Присылайте свои фото по ссылкам в описании под видео. Даниил сидел один в классе. Как вдруг пришел этот кот, запрыгнул на парту и устроился поудобнее. Неужели перед нами тот самый ученый кот, который ходил по золотой цепи? Аналогии – это наше все. На этом плакате доходчиво объяснили, почему сейчас нужно носить маски. Советую вам поставить видео на паузу и ознакомиться с содержимым. Пересказывать в двух словах такой шедевр просто невозможно. У рядовых менеджеров тяжелая жизнь. Их постоянно в чем-то ограничивают самые разные правила. Некоторых даже запрещено подкармливать. Пусть голодают и работают. Считайте, что жабы – неприятные создания? Дима решил попытаться убедить нас в обратном. Взгляните, как она мило разлеглась под лучами искусственного солнышка. У блогеров, как бы это странно ни звучало, слишком мало свободного времени. Постоянно приходится что-то снимать. Поэтому часто вместо полноценного обеда перебиваешься каким-нибудь сэндвичем. Причем для ютуберов и тиктокеров это разные сэндвичи. Ваня увидел это на прилавке супермаркета и сильно запереживал, что всеми любимых Машу и Медведя за плохую актерскую игру превратили в паштет. Здесь главными участниками стали уже другие мультяшные персонажи. Шрек с Фионой сильно изменились с момента выхода последней части. Хоть магия вне Хогвартса запрещена законом, но некоторые все-таки рискуют и демонстрируют нам такие фокусы. Уже догадались, в чем подвох? Помидоры со вкусом помидора. Супер! В наше время сомневаешься буквально во всех продуктах, поэтому продавцы вынуждены идти на крайние меры. Захар рассказал, что сначала тут было все затоплено, и это место выглядело как река. После того, как столбик термометра опустился ниже нуля, река превратилась в каток. Так и хочется залететь туда с разбега! Никита увидел на карте комбинацию из двух странных названий. Пустая река идеально дополняет озеро Хрень! Кристина ела чипсы со вкусом грибов и достала из пачки чипсину, которая очень сильно напоминает те самые белые грибы. Внизу надо было дописать фразу «кормить, любить и уважать». Тогда эта коробка станет полноценным домиком для кота. У Дамира есть ручка, которая должна была в крайних ситуациях заменить линейку. Он заметил в ней что-то странное и решил проверить размерность. А оказалось, что ее использовать совершенно бессмысленно! Филипп продемонстрировал, как проходят перемены в их классе. Похоже, ребята очень сильно скучают по своим телефонам, которыми запрещают пользоваться на уроках. Какой вывод мы можем сделать из этого снимка? Что Сонечке в розницу почему-то стоят на 30 рублей дешевле, чем Полиночке. Кому пришло в голову называть колготки женскими именами? Таблица умножения уже слегка устарела, хоть и является незаменимой классикой. А треугольник умножения оказался намного информативнее. Некоторые ученики не любят вчитываться в учебники, они только разглядывают картинки. Поэтому и нужно ключевую информацию изображать таким образом, чтобы привлечь внимание. Кто-то создает из бумаги кораблики, а Борис решил сделать себе армию драконов. Он сказал, что на создание самого большого из них ушло около часа. Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо! Ну а я продолжаю. Мне кажется, или солдат где-то потерял свои штаны? И куда смотрят военные, нарисованные на упаковке? Совпадение? Карина недавно начала рисовать пастелью. Этот волк – один из первых ее работ. Искусство – это всегда хорошо. Так что остается пожелать нашей подписчице успехов в этом деле и дальнейшего развития. Дмитрий также увлекается искусством. В их художественной школе даже статуи соблюдают масочный режим. Маска сделана в стиле Ван Гога. Заметили? Как же радует, что в самых скользких местах вешают объявления, что нужно быть аккуратней. Главное, не упасть, заглядевшись на фразу «Хлопчик, береги свой копчик!». Виктория связала фигурку космонавта за один вечер. Выходит, что буквально за две недели Вика может собрать всю команду. Многие, наверное, заметили, что иллюстрации на страницах учебников по иностранным языкам – самые странные. Очередной пример того, что можно встретить при изучении английского. «Прошу прощения за внешний вид. Внутри я лучше. Возьми меня домой». Такая табличка была встречена в одном из супермаркетов Казахстана. Название «Новичок» с недавних пор начало настораживать. Знакома та ситуация, когда друзья зовут гулять, но тебе не разрешают выходить из дома. Именно это и символизирует данная фотография. Вы разве не верите в дружбу кошек и собак? Снимок из разряда «такое» возможно только в России. У нас пытаются создать домашний уют буквально везде. Кто-то даже перед лифтом стелит ковер. Из конструктора Лего можно не только собирать различные фигуры, строения и механизмы, но и создавать картины. Данил выложил из Лего героя игры «Амонгас». Скатившись по этой горке, из детства попадаешь прямиком в суровую взрослую жизнь. Так и назовем это место – горка моментального взросления. Марине безумно понравилась картина с закатом и птицами, поэтому она решила попробовать ее повторить. Среди наших подписчиков слишком много талантливых художников. Ну, это я не жалуюсь, это я восхищаюсь, правда-правда. Следующий рисунок выполнен не кистями, а на компьютере. Причем Сергей выбрал самый сложный путь – он рисовал это в пейнте. В городе Нурбека выпало много снега за одну ночь, поэтому на следующий день он решил слепить снеговика из мультфильма «Холодное сердце». В «Матрице» случился очередной сбой, и дверца от ворот сгенерировалась не в том положении, как это задумывалось. Ну, просто неприступная крепость. Когда на улице образовывается туман, то можно застать удивительные эффекты, исходящие от источников света. Алексей живет в Кишиневе, и, прогуливаясь по своему городу, он увидел, что местные художники рисуют не только на стенах, но еще и на стволах деревьев. Данила заметил, что конфета с названием «Жена самурая» сильно напоминает конфеты «Чио Рио». Хороший ход! Так в названиях можно перечислить и всю самурайскую семью. Саша вырезал из дерева несколько космонавтов и кнопку Ютуба. Ему предложили наждачкой сгладить углы, чтобы выглядело аккуратней. Такое чувство, будто у одного работника была четкая граница его рабочего пространства, и он решил не перерабатывать. Знаете, что случится с попугаем, если оставить его на неделю пожить у бабушки? Она сделает для него свитер. Думаю, после второй недели на лапах красовались бы еще и носочки. Эта картина нарисована уже гуашью, а ее автор Николай. Возможно, кто-то из наших подписчиков станет великим художником, о котором будет говорить весь мир. Кирилл захлопнул шкаф, плохо убрав свою одежду внутрь. Хотел исправить ситуацию и заметил, что этот шкаф начал показывать ему язык. Эта старая кукла – одно из наших подписчиц. Глаза у нее красивые, но при этом еще и жуткие до безумия. Такое чувство, будто она заглядывает прямиком в душу. Кирилл играл в баскетбол со своими одноклассниками. Ребята одновременно кинули три мяча в корзину, и вот что получилось. Надеюсь, четвертый мяч был под рукой, чтобы выбить застрявшие. Родион сказал, что его внутренний перфекционист был просто в ярости, когда он увидел этот дом. Неужели владельцев ничего не смущало, когда на этапе строительства что-то пошло не по плану? Тане удалось сделать фотографию в тот момент, когда ее кошка зевала. Посмотрите на эти клыки, мы держим у себя дома настоящих хищников. Я это писал мелом. Фотографию прислал Алексей, и похоже, что с ним учится сын капитана очевидности. Сам капитан очевидность написал бы более точно. Я писал это белым мелом на зеленой доске. Смущает даже не то, что кто-то допустил ошибку, а то, что на нее закрыли глаза, распечатали и повесили на двери своего заведения. Ровно в 15.15 Лиза заметила, что их машина проехала уже 77 777 километров. Сторонники нумерологии сказали бы, что это все не просто так. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео.